Наша регион отличает от всех регионов России и нашу страну, как отличает от всех других стран мира, то, что начало космической эры началось с полета в космос. Но свой подвиг, начав оборканури, он совершил где? На саратовской земле. Совершил землевшись на родной земле, учитывая, что, наверное, никакая труда его больше не связывала, кроме как в Смоленске, где он родился, ну и в Саратовской земле он учился. Примерский земле учился, зачем начался летать. Потом проходил подготовку первого ряда космонавта в местном городке Венгельсе, и затем приземлился недалеко от Венгельса, практически на берегу воздуха. Уважаемые коллеги, вот мы должны сознать, что история космонавтия, история подгорения космоса, началась и здесь. приземление Гагарина на саратовскую землю. И мы должны свадить тем, кто любит жить после нас, тем, кто любит представлять лучшие карьеры. не только сохранить эту карьеру, но приумножить и сделать ее живой. И, конечно, проект, который мы обсуждаем, нас там много навязывает, потому что мы реальность с вами сильно рискуем. и мы, если хотите, планку для себя поставили намного выше, чем провести в порядок проспектировать, создать концу или набережную. нет, это все наше, наружу и важное. И этот период также нас отличает от других городов, но парк покорения космоса – это уже новая история. Это вопрос, решая который, мы должны давать себе отчетку. Здесь нет места истечковости и какого-то провинциального подхода. Мы должны создать концу, которая не только развивает интерес у жителей саратовской области, и не только у жителей прилегающих городов, не только у жителей России. Это парк мирового города и должен быть. И такую задачу с вашей помощью мы должны решить. И эта задача, которую мы решаем, мы должны постоянно отдавать себе отчетку. Мы должны подвести жителей в умности, взяв для себя такой ответственности. Поэтому, во-первых, здесь необходим профессионализм, компетенции, необходим диалог постоянный, не только с экспертным сообществом, но и с гражданским обществом. И, конечно, должны быть ясные, четкие, понятные цели, которые мы должны принять. В этой связи, конечно, многое зависит от тех, кто будет готовить концепцию. Внимация предпроектировать будет. Далее готовить проект. Потому что этот проект на самом деле огромный. и он не может быть линейным. Он, соответственно, может вовлечь в реализацию как можно большее количество наших профессионалов, студенчества, всякой науки, кто каждую маленькую частичку этой амплитуды может разработать и предложить свое решение. Этот проект фактически должен изменить и жизнь тех, кто находится рядом с местом по Земле. Мы только что Александр Васильевич, и Санчин Карповым, и Роман Макальчиков, были на месте по Земле Катарина, провели несколько часов, обсудая этот вопрос, изучая и решить блюду, что многое из того, что ранее мы для себя поработали, нуждается, если хотите, опыт пересмысления. Потому что было бы правило, чтобы обязательно все проходящие линии походы имели возможность останавливаться, потому что всего 2 километра на парк, а в целом 5 километров от Волги. Было бы правило, чтобы там был пляж, чтобы туристы могли бы допустить, туристы могли бы приедуть. Как в тректе космоса могли бы поехать на руку еще обладать? Было бы правило, чтобы был Селест, человек, который находится в этом месте, и многое-многое другое. И если раньше мы изначально говорили лишь о месте приземления Катарина, то сегодня мы говорим об обязательном объединении единое пространство, место приземления первого космонавта Мира Шевисовича Катарина, и ускоренного парада. Но так как это разные места, необходимо соединить это все в этом планете. А это уже никакой. И в этой связи мы думаем и принадлежением было бы правильно пригласить людей, которые имеют опыт реализации таких проектов, опыт успешный, тех, кто уже показал, что такое возможно. Так показалось, что такие люди не только есть, но и считают для себя честью участвовать в реализации такого проекта. Нам этот проект нужно рассматривать мощно. Это огромная ответственность, которая вложится на всех нас. И от того, насколько мы эффективно реализуем этот проект, зависит, сможет ли он состояться. Я хочу поблагодарить за поддержку, за эту идею, за формирование такой большой задачи Вячеслава Володина, который сказал, что это должен быть не просто парк, который увлекалечивает главе Юрия Алексеевича Катарина советской науки 20-го века всего человечества, но и будет первым парком памяти, памятной парке национальной гордости. И мы поэтому и решили назвать этот парк «Покорители космоса». То есть парк людей, которые что-то представили, что надо сделать шаг в сад переделы своих возможностей. Так вот, поэтому концепцию проекта было положено в три основных тезиса. Это памятник человеческому героизму, это уникальное место мирового значения, когда я сам в своем стату не ожидал, у нас огромное количество заявок международных архитекторов, которые готовы в этом проекте участвовать совершенно бесплатно, понимая, какую роль в жизни всего человечества и развития науки совершил подвиг Юрия Алексеевича Катарина. И также повторяю, что все, кого мы будем вовлекать в этот проект, я надеюсь, что университет предоставит нам такую возможность, мы отдельно создадим обучающую учебную программу, будем рады видеть и студентов, и людей, интересующихся компанистикой, архитектурой. Потому что в таком проекте не бывает одного архитектора, есть лошадные архитекторы, вернее даже группа, они с удовольствием будут рассказывать о своем мировом опыте, о том, что они делают в Саратове и в Энгельском районе, будут это активно обсуждать. Будет отдельно группа архитекторов, которые занимаются освещением света, у нас это такая тонкая идея. Нам очень хочется, чтобы уходу, что такое яркое пятно, которое потом будет видно из космоса, космонавтом любого страны, они должны знать, что всегда есть место, где у них с чего-то начался их космический путь. И отдельно такое событие первого полета в воздух, потому что любые большие изменения всегда начинаются с одного малого уникального воздуха. В философии парка нами заложен вот тот маршрут 108 минут, время которое можно прожить. Именно те три с половиной километра, которые я покажу дальше, входящие в зону к самому мемориалу, это и есть время как на Земле. Это три с половиной километра бежевые прогулки, в космосе это 108 минут полета, который Юрий Алексеевич Гагарин постоянно фиксировал по космическим регламентам, находясь в диалоге с Королевым. И в каждой этой точке будет обозначена, в ней будет прописана отдельная экскурсионная программа. Всегда через этот полет можно понять, как и что происходило с первым космонавтом в космосе. Включая приступы произведения. Вот основное общее представление парка. Парк будет включать в себя и место приземления спускаемого аппарата. Нам даже кажется, что туда половинческое количество посетителей будет сопоставимо с мемориальным комплексом. Автобусная остановка, инфоцентр, это въезд. Мы даже, открою тайну, нашли уже один из двух автобусов, которые работали на поэкономии, на котором подвозили в космическую аппаратуру Южа Алексеевича Гагарин. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы его передали в Саратовскую область. Причал для возможности, там в глубине позволяют, для возможности туристических маршруков. Отдельно делать пешеходный маршрут. Сам мемориальный комплекс. Сейчас, тогда я пойду уже более глубоко. То есть, есть две доминанты в этом проекте. Это существующая мемориальная стела, которая уже на сегодняшний момент запланирована ее реставрацией. Уже администрация области начала исследование. И место приземления спускаемого аппарата. Откуда открывается уникальный вид на Волгу. И, что важно, этот вид именно такой, который видел Юрий Алексеевич Гагарин. То есть, Юризон ничем новым каким-то строительством, новым каким-то убогим строительством сделал. То есть, это прямо экономический вид, что увидел первый космонавт, переземлившись на землю. Баршрут начинает свое начало с одной площади. И расположен концентр, место отстоянка для посетителей. Мы хотели бы, чтобы с этого момента начали пешеходный маршрут и возможность на электро-карах, либо на электроавтобусах попасть уже в мемориал. Откатку из зоны до мемориального комплекса, привлекая автоматически отборные маршруты в 108 минут, это концепция смысла проекта. Он стоит дом всему комплексу в целом. Также мы предполагаем, что отдельное место переземления спускаемого оборота Восток-1 станет акцентом, потому что с ним еще раз и будет много связано с космическим питанием, именно с теми любимыми блюдами традиционными, которые любят космонавтов, потому что они многие очень люди суеверные, что есть перед полетом, что они отдельные интерактивные зоны. И также нам хотелось бы сделать новую ландшафтную композицию, так называемую кедровник, потому что у Юрия Алексеевича Гагарина был пособной кедр, и мы хотим завести новую традицию, чтобы космонавты, великие космонавты, живущие сейчас, посадили этот кедровник. И уже после каждого успешного полета российские космонавты возвращались, и международные, наверное, тоже, и была традиция посадить то или иное, и это было бы замечательно, и каждый полет именовался быстрей кедрового саженца на саратовской земле. В мемориал также будут входить в уникальный детский тематический комплекс для лучевых космосов. Поверьте коллеге, это тоже может быть тема отдельной встречи и рассказы архитектов, как такие комплексы придумываются, но это всегда уникальный. У такого как раз комплекс есть отдельный архитектор, который знает, любит космос и знает, как это воплотить так, чтобы детям тактильно это нравилось. Стенославы, прославляющие имена космонавтов, амфитеатр с видом на площадь «Звездное небо», потому что мы планируем, что именно этот амфитеатр с открытой площадкой для проведения концертов, для прямых включений и переключения с Москвой, когда начнется год празднования полёта Юрия Алексеевича, больше хочу сказать, что в этот проект вовлечены не только Московские государственные институты, не только Московский центр турбанистики, но и музей космонавтики города Москопланетарий, павильон космосного. И огромное количество людей, которые неравнодушны, которые хотят ассоциироваться, которые хотят быть подвлечённым в ту идею, которую для нас всех стремулировал Вячеслав Викторович, что это парк национальной гордости. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Алексей Евгений Лазёрович, начальник Александровского архула имени Юрия Алексеевича Карганова. И, ознакомившись сейчас с концепцией, хочется задать вопрос о возможности и одновременно подарить идею этому проекту. Вячеслав Викторович говорил о том, что у нас есть разрыв на этой инфляне. Так вот, я задаю эту инфляну, у меня в душе возникает разрыв именно по Волге. Отъясню почему. Потому что Юрий Алексеевич взлетел у нас в области и присыпился через Волгу у нас же в области. Поэтому в дополнение к этому великолепному маршруту я задаю вам вопрос и хочу спросить, возможно ли сделать маршрут не только вешеходный, велосипедный, водный, как мы увидели по-прысски, но так как мы являемся, собственно, тем самым местом, где наша планета была открыли, или в Аэроклуб Саратовской области, то чтобы у нас был туристический маршрут в одно место, где он слетел с Аэроклуба, через Волгу, глядя на урок города Саратов-Энгельс, как близнецы, и проходил бы до места приземления Кагарина, чтобы люди прийти в Аэроклуб Кагарин могли переехать в Аэроклуб Кагарин и появиться послушным транспортом на месте приземления Кагарина. Вы исходите из того, что здесь каждый может выносить свой вклад. Они-то, знаете, предложили в руководительную обновь, второй путь, и в этом все должно быть органично. И это органично самое главное, ни у кого не должно вызывать сомнений, более того, это должно быть дополнение. Вот, начиная разговор, сказал о том, что мы были на месте приземления Кагарина. проект, который мы обсуждаем, это проект государства частного партнерства. Есть сторона государства, Российская Федерация, которая будет участвовать в реализации этого проекта, доказывать финансовую помощь, но я скорее всего, в первую очередь на эту фунтуру. И есть инвестор, благотворительный исходитель, обмахер, человек, те, кто будет участвовать в своих инвенталах безвозмездно. Как жизнь сложилась, нам повезло. Есть человек, который на себя эти расходы взял с удовольствием. Это наша земля, человек, который родился в роддоме 1-й советской больницы в 1966 году. 24 октября Роман Аркадьевич Абрадович. Понятно? Вот. И он будет принимать участие в реализации этого проекта. Так вот. Так как идея принадлежит ему, а, как вы знаете, идея заимствованная в этот период, не хочу, чтобы меня не только увлечили, но это неправильно будет. Просто озвучили ему идею, которая касается не только нашего, саратовского арабуха, но и малых других аэроклубов мира. Речь о чем говорит? Он предложил, чтобы кемис-монависту 12 апреля проводить показательные полеты. Представите, малых аэроклубов, европейских, разных стран мира. И в этой связи вы должны осознать, какая ответственность ваша на вас. Где будут приземляться самолеты с разных стран мира? Где они будут заправляться у нас в арабуху? Конечно. Понимаете, вы опять, ну вот дам полосу, что-то вам взять отщитнуть. Вот у вас проект какой? Проект. Полноценный. Вы участвуете в этом проекте. До вас руки просто не дошли. В следующем этапе мы должны быть. К вам ехать. Потому что там не только вам надо будет принимать, вам надо будет оборудовать и заправочная необходимую составляющую, чтобы этот вопрос был решен. Понятно, я не знаю, за все заплатят. Размещать нужно будет. Значит, должна быть какая-то гостиничка. Понимаете, о чем речь идет? Это совершенно другой уровень. В том числе и нашего арабуху. То есть у вас, получается, миссия есть, хотите, ежегодно принимать большое количество вот этих арабухов. Летчиков, маленькие самолетики, которые соревнуются в этой своей составляющей, в МССП. Но это будет все приморочно именно в 12-м. У нас есть еще планы, опять-таки, когда прорезировал Роман Матвеевич проведение фестиваля. Но фестиваль 12-го, наверное, проводить рановато, полный. А вот, чтобы бросать в колонтарную группу, под колонтарную группу, под колонтарную группу, у нас видно. Ну, видите, раз, пролетели, улетели. А вот, малая авиация, как раз, малые аэроклубы, если они будут у вас собираться, базироваться, но вы должны взять и изучить свою историю. Вы должны изучить, где останавливалась война в Гагаре, где, значит, эта полоса была. Понимаете? Ну, тогда у вас это сквозь множество. Ну, это у вас каким-то образом мобилизует все фактически. Потому что вы будете от той стороны, которая примет гостей, и дальше будет их строить. А так же, как вот здесь показался Океи Санжи, кричал. Для того, чтобы принимать пара воды и огромное количество туристов, хотели готовить туристу. Потому что они один раз заедут, а потом с разным заедут туда едут. А мы должны сделать все, чтобы, когда человек будет покупать туру в путешествии в Вологод и увидим посещение места приземления Гагаре, в общем, хотел прибыть именно по каюту и космосу.